На одном военном корабле был матрос, которого никто никак не мог приучить к дисциплине, к повиновению. Он нарушал все уставы, все законы и потому постоянно получал наказание. Уговоры и дисциплинарные взыскания не помогали. Были созваны офицеры, чтобы решить вопрос о его отчислении. После некоторого размышления один офицер сказал. Я знаю еще одно средство, которое мы до сих пор не применяли. Какое средство? Удивились другие. Надо его простить. Можно попробовать, согласился капитан. И матрос, ожидавший очередного строгого наказания, получил прощение. С того времени он стал неузнаваемым человеком. То, чего не сделал закон, сделало милость. Суббота — это еще одно напоминание для нас о милости Господа. Когда мы созерцаем Его характер, Его заботу, мы понимаем, что все, чем мы обладаем, и все, кто нас окружает, — это исключительно милость Господа. Давайте вместе поблагодарим Господа и попросим благословений на наше собрание. Милостивый, любящий Господь, слава Тебе и хвала за Твою любовь, за Твое вмешательство в нашей жизни, за Твое воспитание, за те уроки, которые Ты нам преподаешь. Великий Господь, просим Тебя, Духом Твоим святым, исполни наши сердца и прибудь с нами на протяжении этого всего прекрасного субботнего служения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 О, великий Бог Твой сияет свет у меня в груди О, спаситель, скорей гряди От земли до небес, Божий крест, Божий крест Всех небес высота, У подножья креста От небес до земли, Сила Божьей любви Благодати река, Широка, широка Благодатный дождь у любви Твоей Ты людей зовешь, приходи и пей Вечной жизни путь Ждет нас впереди О, спаситель, скорей гряди От земли до небес, Божий крест, Божий крест Всех небес высота, У подножья креста От небес до земли, Сила Божьей любви Благодати река, Широка, широка От земли до небес, Божий крест Божий крест Божий крест Гвозь создатель мой, твой прекрасен лик Ты всегда со мной, каждый день и миг. И любовь и жизнь все Твои пути. О, Спаситель, скорей гряди! От земли до небес Божий Крест, Божий Крест. Всех небес высота у подножья Креста. От небес до земли сила Божьей любви. Благодать и река широка, широка. Границ не знает милость Твоя, Божия. Небес превыше и мореи приглубже. И это услаживает мою душу. Я вновь и вновь хочу об этом слушать. О, милость Божья! Вместить, понять, постичь умом своим, конечно, не сумею. И только сердцем и душой благоговея В смирении прошепчу, благодарю. Прославим Господа! Каждый день, каждый миг Тебе отдаю. Ты слышишь, каждый день молитву свою к Тебе возношу. Прими же каждой частью души я с Тобой. Жить хочу, Господь, для Тебя. Силою Своей меняй меня, больше, чем могу я желать. Сердце исцели меняй, Иисус, меняй, Иисус, меняй, Иисус, меняй. Все сомнения свои Тебе отдаю. Ты видишь, все тревоги души в молитве сложу. Прими же новое сердце, положи в душу мне. Я буду верным Тебе. Жить хочу, Господь, для Тебя. Силою Своей меняй меня, больше, чем могу я желать. Сердце исцели меняй, Иисус, меняй, Иисус, меняй, Иисус, меняй. Выene, Иисус, меняй, Иисус, меняй, Иисус, меняй. Субтитры создавал DimaTorzok Жить хочу, Господь, для тебя Силою Твоей у меня, меня Больше, чем могу я желать Сердце исцели меня, Иисус, меня Меня, Иисус Меня, Иисус, меня Меня, Иисус, меня Иисус Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Я рад вас сегодня приветствовать на нашей встрече по изучению Священного Писания. Сегодня мы с вами заканчиваем пособие по изучению Библии первого квартала 2021 года, которое имеет название «Утешайте народ мой». Нам предлагалась книга пророка Исаии для исследования этого пособия. И мы с вами увидели, как многомилостивый, многомилосердный, любящий Бог с первой главы книги пророка Исаии и по 66 главы он вел свой народ. Невзирая на то, что народ израильский нарушал заповеди Божьи, Бог любящий уверенно помогал своему народу выправить его отношения с ним. И в каждой теме, которую мы с вами видели, мы с вами видели, как Бог даровал своему народу особое утешение в тех исторических моментах, в которых они находились в свое время. У нас с вами сегодня 13-я тема, которая имеет особое название «Новое рождение планеты Земля». И нам предлагалось для исследования этой темы две последние главы из книги пророка Исаии, это 65-я и 66-я. Давайте мы с вами сейчас вспомним и прочитаем памятный текст, который записан в 65-й главе, 17-м тексте. «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемые и не придут на сердце». Есть короткая история, которая поможет нам в исследовании нашей темы. Однажды турист посетил одного верующего старца, который славился своей особой мудростью в городе, куда приехал турист. Он нашел этот дом, и когда он зашел в дом, он увидел всего одну комнату в этом доме. И он увидел, что в этой одной комнате было очень много книг. Они были везде, по всей комнате. Посреди комнаты стоял стол и стул. И турист задает мудрецу вопрос. «Отец, как вы живете? Где ваша мебель?» Мудрец ему говорит туристу. «А твоя?» «Но мне она не нужна, я ведь тут временно, проездом, я турист». Старица ему говорит. «Я тоже». Нам важно каждый день понимать, что мы на нашей планете Земля временные люди. В послании к евреям, в 11 главе, мы находим слова патриарха Авраама, когда он сказал, что мы странники и пришельцы на этой земле. И мы никогда не должны об этом забывать. У нас пять вопросов, на которые нам нужно сегодня с вами найти ответ в Священном Писании. Итак, первый вопрос. Прочитайте книгу пророка Исаии, 65 глава, с 17 по 25 тексты. Почему это прекрасное описание все же не является картиной нашего окончательного восстановления, нашей окончательной надежды? Адам и Ева потеряли свое небо и землю, как это позже случилось и с израильским народом. Но Господь Создатель пообещал сотворить чудесный мир снова. В этом отрывке мы находим особое утешение для народа Божьего, что он будет в будущей новой жизни. У нас с вами второй вопрос. Каким образом Бог привлечет к спасению и служению своей церкви и другие народы? И предлагается прочитать книгу пророка Исаии, 66 главу, с 18 по 22 тексты. И первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 и 10 тексты. Мы увидели, как Господь лично совершает свое миссионерское служение, привлекая к этому своих детей. И дает возможность язычникам стать руководителями богослужений. У нас с вами третий и четвертый вопросы. Третий вопрос. Как вы думаете, какими будут новое небо и новая земля, которые Бог намеревается создать для нас в конце времени? И нам предлагается прочитать отрывок в книге Откровения, 21 глава, 1 и 2 текст и 22 глава, с 1 по 5. И четвертый вопрос. Почему обетование о вечной жизни на новом небе и новой земле является одной из основ нашей христианской веры? Это особое утешение в обетованиях является классическим стимулятором нашей веры в то, что наши труды, совершаемые в служении Господу, они не напрасны. И у нас с вами пятый, последний вопрос. Почему Исайя заканчивает свою книгу описанием негативной картины? Спасенные люди смотрят на трупы отступников, уничтоженных Богом. Об этом написана книга пророка Исайи, 66 глава, 24 текст. Мы с вами увидели, что предупреждение Исайи указывает на будущее окончательное осуществление пророчеств книги Откровения. Мы читаем в книге Откровения, 20 глава, о том, что сатана, грешники и самая смерть, они будут уничтожены в озере Обнином. Исследование этого пособия, как я уже вначале сказал, показало нам удивительный исторический момент в жизни израильского народа. Даже тогда, когда дети Божьи отступали от библейских истин, Господь прилагал все со своей стороны, чтобы они вновь встали на этот путь. Он их привлекал к служению, к тем народам, среди которых они находились, чтобы они проповедовали о славе Божьей, чтобы они говорили истину язычникам. Нам сегодня, детям Божьим, находящимся в этом мире, в этом непростом времени, Бог также призывает служить людям, которые окружают нас. И благодаря тому, что мы имеем эту особую возможность от Господа, нас ожидает награда за нас о служении. В Библии очень много мест, где Господь говорит об этой награде. Это вечная жизнь, это новый город Иерусалим. Павел вообще очень красиво описал и не видел того глаз и не слышал это ухо, что Бог приготовил любящим его. Но нас ожидает удивительное, уникальное чудо в конце времени, во второе пришествие нашего Господа. Наша же задача каждый день отдавать свое сердце нашему Господу для служения. Я бы хотел закончить наши с вами размышления выдержкой из трудов Божьей вестницы Эллен Уайт, которая записана в книге «Великая борьба». Вот что она пишет. «Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста. В безбрежном творении бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безграничного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики, все одушевленное и неодушевленное, своей не обращенной красоте и совершенной радости провозглашает, что Бог есть любовь». И когда нам трудно, когда, может быть, мы в чем-то с вами сомневаемся, читайте эти последние главы из книги «Откровения» 21 и 22. Как я уже и говорил во время нашей беседы, эти главы, эти классические тексты, которые могут укрепить нас, детей Божьих, в том, что даже те трудности, что даже если мы окажемся в каких-то серьезных обстоятельствах жизни, может быть, в болезнях, что Господь в свое время даст нам то, ради чего мы с вами живем и ради чего мы с вами служим. Пусть Господь даст нам силы и мудрости в развитии евангельского служения в тех местах, где мы с вами проживаем. Всем желаю Божьих благ. До свидания. Давайте вместе посетим Россию и узнаем, как адвентистская школа меняет жизни молодых людей. Маша находилась в отчаянии. Будущее ей казалось мрачным. Это беспокоило ее маму, и у нее появилась идея. Она спросила Машу, не хочет ли она посещать Заокскую христианскую школу, адвентистскую дневную школу и группу продленного дня. Маше хотелось начать все сначала с новыми людьми, поэтому она сказала «да». Но в новой школе все еще ей было одиноко. Она не умела заводить друзей. Но вскоре она нашла общий язык с некоторыми одноклассниками, и одна ученица рассказала ей, как построить личные отношения с Иисусом. Найдя тихое место, Маша излила Богу свою душу. С этого момента жизнь Маши изменилась. Теперь у нее есть спаситель и друг, которому она может доверять. Заокская христианская школа работает в России с 1993 года, и многие ученики получили благословение благодаря адвентистскому образованию. Плюсов много. То, что здесь хорошо кормят. Второе плюс, то, что здесь учителя все радостные. Они с учениками обращаются хорошо. Но самое главное, что многие студенты, как и Маша, познакомились здесь с Иисусом, как со своим личным спасителем. Я работаю в начальной школе, работаю с дошкольниками, и вижу, как маленькие дети, которые даже не слышали о Боге, приходят к нам, услышав о Нем, очень радуются, глазки блестят, и начинают верить в то, что действительно Бог участвует во всех их трудностях, во всех их начинаниях. Именно это является нашей привилегией. Когда школа только начала свою деятельность, в ней было всего четыре учителя и несколько учеников. Школа использовала помещения на территории Заокского адвентистского университета. Мы, как школа, потихонечку-потихонечку расширялись в плане учеников. И на сегодняшний день у нас уже 200 человек. Фактически в школе и по поселку мы не делаем никакой рекламы. Люди сами говорят о нашей школе, и школа имеет очень хороший авторитет и хорошие отзывы у родителей и у детей, которые закончили нашу школу. Популярность Заокской христианской школы создала новую проблему – нужду в помещениях. У нас нет возможности принимать больше детей в нашу школу, чтобы они могли получать христианское образование. И поэтому мы нуждаемся, мы нуждаемся в новом корпусе. Часть пожертвований 13-й субботы в этом квартале поможет Заокской христианской школе построить собственное школьное здание на территории кампуса адвентистского университета. В настоящее время школа арендует учебные комнаты, принадлежащие университету, а ваши пожертвования помогут детям учиться в их собственных классах. Спасибо за вашу щедрую поддержку адвентистского образования в России. Оно меняет жизни таких детей, как Маша. Отдать Богу первое место в жизни не всегда легко. Чему мы можем научиться у Давида? Как научиться ставить Бога выше всех иных приоритетов? Царь Давид известен как исторический герой израильского народа. И без сомнения, самые значительные события в его жизни происходили тогда, когда он приоритетом в своей жизни избирал Бога. Когда его собратья-израильтяне дрожали от страха перед великаном и оскорблениями, Давид избрал своей защитой Всевышнего. Подобрать несколько камней, выйти сражаться с Голиафом во имя Яговы, другим казалось это верхом глупости, но Давид доверился Богу, и он спас его в этой битве. Он был тайно помазан на царство. Начал служить во дворце царя Саула и женился на его дочери. Мы можем думать, что после всего этого жизнь Давида переходила от славы к славе, верно? Но этого не произошло. Царь Саул и его воины преследовали Давида как злейшего террориста. Тем не менее, даже во времена таких разочаровывающих непростых обстоятельств, Давид оставался преданным Богу. Когда он вошел в лагерь, где спал царь Саул, он мог убить тирана и завладеть его троном. В конце концов, разве он уже не помазан на царство? Но он не сделал этого, потому что предпочел путь Божьего одобрения – получить обещанное верой, а не местью. Давид решил поставить Бога на первое место, ожидая, когда он сам назначит ему время стать во главе царства. Господь не всегда занимал главное место в жизни Давида. Его прелюбодеяние с Версавией, убийство ее мужа – яркие примеры грехов человека, забывающего Бога. Но в конце концов Давид взял ответственность за содеянное и раскаялся. В конце своей жизни он тяготился тем, что его дом выглядит лучше Дома Божьего, и поклялся сделать все, чтобы место поклонения было прекраснее его собственного дворца. Давид поставил Бога на первое место. Его пример побуждает нас поступать так же. Возвращая дестины и пожертвования, мы подтверждаем приоритет Бога в нашей жизни. Итак, время для библейской истории. В давние времена на земле жил человек по имени Ламех. Что-то я про него никогда не слышала. Ты же обещал рассказать историю про Ноя. Подожди, ты сейчас все поймешь. Однажды у Ламеха и его жены родился сын, и они назвали его Ной, что означает «успокаивающий». А что в нем было особенного? Ной очень любил Бога, и каждый день с ним общался. А остальные люди? Вначале все люди служили Богу, но постепенно они все меньше о нем думали, и стали поступать все хуже и хуже. И только Ной и его семья оставались верными своему создателю и исполняли его волю. А какая у него была семья? У Ноя была жена и трое сыновей – Сим, Хам и Иофет. У всех сыновей были жены. И что с ними произошло? Однажды Господь обратился к Ною и сказал «ты должен построить ковчег». А что такое ковчег? Это значит корабль. Бог попросил Ноя построить огромный корабль с плоской крышей, тремя палубами, окном и дверью. Длиною он был с футбольное поле. Ого! А зачем Богу понадобился такой большой корабль? Он хотел, чтобы Ной стал мореплавателем? Не совсем. Бог сказал, что люди творят очень много зла и поэтому скоро будет потоп. Вода покроет всю землю и не останется ни кусочка суши. Ничего себе! А как с женой? Бог решил сохранить Ноя и его семью. Ковчег нужен был для того, чтобы они спаслись во время всемирного потопа. Да разве могут четыре человека построить корабль? Скорее, четыреста. Ты права. Но несмотря на это, Ноя и его сыновья поверили Богу и послушно начали строить корабль. А как же остальные люди? Во время строительства Ноя рассказывал людям о том, что скоро будет потоп и нужно прекратить грешить. Но они только смеялись и не верили ему. Наверное, это заняло очень много времени. Да, почти 120 лет. Разве люди могут жить так долго? В те времена люди жили гораздо дольше, чем сейчас. Например, дедушка Ноя, Мафусаил, прожил 969 лет. А когда произошел потоп, Ною было 600 лет. Как же задуть столько свечек на торте? Это заняло бы целый день. Наконец, корабль был достроен. Он был 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. А что значит локтей? Может быть метров? Раньше не было рулеток. И люди измеряли расстояние локтями. Расстоянием от локтя до кончика среднего пальца. Один локоть – это примерно 45 сантиметров. Давай посчитаем, какого размера корабль был в метрах. Давай, нам понадобится калькулятор. Длина ковчега была… Ммм, 135 метров. А ширина? Чуть больше 22 метров. Ну а высота была… Чуть больше 13 метров. Все верно. Да это больше, чем наш дом. Вот это корабль. А он не слишком большой для Ноя и его семьи? Конечно. Но Бог велел Ною взять с собой по паре животных и птиц каждого вида, а также еду для них и для всей семьи. Это же настоящий зоопарк на плаву. Хотел бы я на это посмотреть. Когда все приготовления были закончены, Ной вошел в ковчег со своей женой, сыновьями и их женами. Когда все вошли, Бог закрыл за ними дверь. И сразу же начался потоп? Ну нет. Ливень начался только через неделю и не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода подняла ковчег и он поплыл. А сколько воды было примерно как в море? Воды было гораздо больше. Она покрыла даже вершины самых высоких гор. Но Ноя и его семья были в безопасности внутри ковчега. И сколько времени длилось наводнение? Только через 150 дней вода начала уходить. А еще через 150 дней ковчег остановился. Ух ты! Они плавали целый год. А где оказался ковчег? Он пристал к Араратским горам, которые находятся в Турции. Ною нужно было узнать, можно ли выходить из ковчега. И для этого он придумал очень интересный способ. И что же он придумал? Время от времени он выпускал голубя. Если голубь возвращался обратно, значит земля еще не высохла. Однажды голубь принес свежий листочек с оливкового дерева. И Ной понял, что скоро сможет выйти на сушу. Ура! Это значит, что можно выходить? Нет. Ной продолжал выпускать голубя, и однажды он не вернулся. Это означало, что он нашел себе место для гнезда. И Бог сказал Ною, что он может выйти из ковчега со своей семьей и всеми животными. Представляю, как здорово было снова оказаться на земле. Конечно. Первым делом Ной принес Богу жертву в знак благодарности за спасение своей семьи. А вдруг снова наступит потоп? Бог пообещал, что всемирный потоп никогда не повторится. И в небе появилась радуга, которая напоминает нам об этом каждый раз после дождя. Я смотрю вокруг, на моря, леса, цветы. Я смотрю на мир, который создал ты. И мне не понять, как ты мог все так создать, Как придумал столько красоты. Все могущего смотришь на людей, И так не щитая в руке твоей. Подниму глаза, сколько звезд на небесах, Засчитать я не смогу их никогда. Столько же людей поселил ты на земле, Но ты всех меня узнаешь, Но ты всех меня узнаешь, верю я. Ты всем могущего смотришь на людей, И как песчинка я в руке твоей. Держь меня и хранишь, Со мной ты говоришь, И все знаешь о мне, мой отец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, как ты велик, Только петь мой язык, Чтоб достать тебе достойную полку. Но я буду петь Мой Господь всю жизнь тебе Ведь что услышишь песню мою Ты всемогущий Бог Смотришь на людей Мина, крещинка, я в руке твоей Держь меня и хранись Со мной ты говоришь И все знаешь обо мне, мой Отец Ты всемогущий Бог Смотришь на людей Мина, крещинка, я в руке твоей Держь меня и хранись Со мной ты говоришь И все знаешь обо мне, мой Отец Я сегодня вместе с вами хотел бы поразмышлять на тему, которую довольно часто можно услышать с кафедры или там, где мы имеем общение друг с другом. Это тема о благодарности. Почему мы говорим об этом особом качестве нашего характера? Наверное, по той причине, потому что благодарность действительно является частью нашей христианской жизни. И характер это то, с чем мы с вами предстанем перед нашим Господом. Каждый из нас, когда находится на церковном богослужении, мы с особым чувством и желанием поем те гимны, которые нам предлагаются. Я как-то делился, когда я только стал ходить в церковь, я особым образом хотел участвовать и в песнопении. У меня было такое чувство, что мы все объединяемся для того, чтобы прославить нашего Творца. И я хочу напомнить вам слова одного гимна, 92-й гимн из гимнов надежды. И там звучат такие слова. «Радость и благодарение, да наполнит все сердца, Бог своими называет нас с любовью Отца». Удивительные слова, но если вдуматься и говорить о нашей практической жизни, то не всегда так просто благодарить. Не так просто благодарить тех людей, с которыми нам не всегда хочется встречаться или даже просто видеть их. Трудно благодарить за кризисы, благодарить за болезни, благодарить за материальный недостаток. И можно здесь перечислить этот список, когда нам не всегда хочется благодарить. Но все же мы являемся христианами, и мы должны быть благодарны Богу, потому что наша христианская жизнь – это жизнь благодарности за Божию любовь. И для нас всегда являлся и является примером сам наш Господь Иисус Христос. Когда мы открываем Священное Писание, то мы можем всегда увидеть особые слова, обращенные Господа к Отцу Небесному, где Он благодарил Отца неба и земли и тех людей, которых Он Ему посылал. Несмотря на то, что Сам Иисус проявлял Свою любовь к людям, к сожалению, люди относились к Нему с враждой и завистью. Иногда и мы можем поймать себя на этой мысли, что мы вроде бы делаем добро и хотим и желаем лучшего, но почему-то к нам не относятся подобающим образом. Иисус Христос ощущал эту враждебность, зависть и ненависть. Но несмотря на все эти негативные чувства окружающих людей, Он всегда выражал благодарность Богу. И в Евангелии от Иоанна в 11 главе стихе 41 мы читаем, где Он говорит, «Отче, благодарю Тебя за то, что Ты услышал Меня». И даже еще не последовал ответ на эту благодарность, но Он всегда обращался с особым чувством благодарности к Отцу Небесному. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 17 глава, 17 текст, где хорошо известна для нас история, где Иисус Христос видит прокаженных людей, они являлись изгоями общества. И мы знаем, что если вдруг они приближались, то они должны были громко сообщать о своем присутствии и говорить «Нечист, нечист». И если они подходили, то они должны были подходить с неподветренной стороны, чтобы ветер ни в коем случае не мог доносить вот эти запахи, которые исходили от них. Потому что эти люди были больны и, как казалось, опасными для общества. И когда Иисус Христос исцеляет этих несчастных людей, то мы читаем о том, что только один приходит из десяти человек, которые получили исцеление. И тогда с уст нашего Господа царваются следующие слова «Не десять ли очистились, где же девять?» И по сути своей проказа она символизирует тот грех, тот грех, который касается меня и тебя. «И только Господь Спаситель может очистить наше сердце». Возможно, те примеры или иллюстрации, которые я буду вам говорить, они вам знакомы, но тем не менее я хочу вспомнить автобиографическую историю Александра Солженицына, который говорил о том, когда закончилась война, и он находился в госпитале, и казалось, что впереди вся жизнь, и вдруг ему ставят диагноз «раковая опухоль». После этого диагноза он говорит о том, что вся надежда, все мечты, все желания, которые он имел в этой новой жизни, все для него закончилось. И он вновь, его послали в Узбекистан, где он находился в Ташкентской онкологической больнице, и после длительных обследований он вдруг получил результат, где ему сказали, что первый диагноз был поставлен ошибочно, и что он совершенно здоров. Как он радовался, как он ликовал, и он по-своему благодарил Бога. Так и мы, в своей жизни мы должны замечать все происходящее для того, чтобы выражать славу нашего Господу. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, как апостолы по-особому тоже выражали свою благодарность Богу. И в послании к Колоссянам во второй главе апостол Павел шестого по седьмые тексты обращается и говорит в церкви Колосах. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». И я думаю, когда апостол Павел обращался каждый раз к церквам вот с этим чувством призыва к благодарности, то он, наверное, всегда вспоминал и помнил о том, что когда он был гонителем, где записано в книге «Деяния апостолов», где говорится о том, когда он с особым письмом хотел прийти в Дамаск для того, чтобы совершать гонение на последователя Иисуса Христа, ему является Господь, и говорит ему, «Савву, Савву, почему ты меня гонишь?» И мы помним, как Савву обратился, и когда он задал вопрос и говорит, что мне делать? И вот с этого момента из гонителя он стал тем человеком, который нес весть всему языческому миру. Он нес эту весть для того, чтобы сердца людей прониклись особым чувством благодарности за то, что Господь сделал для них. И когда мы читаем его послания, то они похожи на слова Иисуса Христа, где он особым образом выражает благодарность Господу, и после тех испытаний, несмотря на все те переживания, которые он имел, а мы читаем о том, что апостол Павел испытывал голод, лишение, страдание, он был в темнице, терпел кораблекрушение, он был побиваемый палками, побиваемый камнями, и кажется, что при этих обстоятельствах чувство благодарности должно исчезнуть. Иногда в нашей жизни тоже происходят те или иные моменты, и мы говорим, ну сколько это может длиться? И апостол Павел, несмотря на все эти перепутия своей жизни, он обращался и говорил, Колоссянам 1 глава, стих 3, он обращается и говорим, «Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Удивительно, что этот человек, истерпев боль, гонений, переживания, он всегда находил слова утешения и благодарности как людям, так и Богу. И вот в этом послании во второй главе апостол Павел и говорит о том, что если вы приняли Иисуса Христа, то мы должны ходить в Нем, мы должны утверждаться, укрепляться в вере и, конечно, пребывать с благодарностью. Почему он говорит о благодарности? Потому что нам действительно порою трудно выражать свои чувства, даже в семье мы не всегда бываем до конца благодарны. Нам кажется, что все так и должно быть. Но на самом деле мы должны быть внимательны по отношению друг к другу. И апостол Павел говорит о том, что именно благодарность, она взращивает особые чувства по отношению к Богу, что Он совершил и сделал для нас и выражается в любви к окружающим людям. Очень важно научиться быть благодарным. И это не совершается сразу. Это духовный рост, наше духовное возрастание. И благодарность – это, собственно говоря, отличительная черта верующего человека. Очень важно порою как бы прислушиваться самим к себе в тех беседах, которые мы иногда с вами совершаем. О чем мы с вами говорим друг с другом. Конечно, мы говорим и о проблемах, и о переживаниях, но над всем этим все-таки должно быть и позитивное чувство. Для чего мы встречаемся? Не только для того, чтобы говорить, что у нас произошло, но и говорить о том, кто дает нам силы преуспевать и преодолевать эти трудности. Очень приятно, когда на наших лицах не только можно увидеть, мягко говоря, задумчивость, но чтобы на наших лицах была и улыбка. Я всегда вспоминаю те годы, когда человек, приехавший из-за границы, казалось, что это совершенно другой человек. Он всегда улыбался. И казалось, что у этого человека никогда нету никаких переживаний. Мы иногда можем сказать, у них улыбка натянута. Но на самом деле иногда лучше натянуть улыбку, чем открыто оскорбить другого человека. И мы, как верующие, должны улыбаться, потому что если наше внутреннее естество радуется, и если мы действительно рады и благодарны, то мы и должны выражать и окружающим людям. Вы знаете, что по городу не всегда просто проехать. Иногда мы даже садимся в автобус. Нам кажется, что на автобусе мы даже быстрее доедем. Сейчас есть возможность на метро. Но, тем не менее, мы не избегаем тех пробок, которые происходят у автомобилистов. И я помню такой случай, когда на очередном перекрестке загорелся свет, и я ожидал, когда загорится разрешающий свет, зеленый, для того, чтобы я мог проехать. И невольно я посмотрел, что с правой стороны стоит автомобиль, и водитель склонил голову, и я не мог понять. Наверное, что-то произошло, потому что загорелся уже наш свет, и сзади мне уже стали сигналить. Но я все-таки вышел из автомобиля, постучал в окошечко, и тогда водитель поднял голову, и я увидел, что это молодая девушка. И она склонилась для того, чтобы на сотовом телефоне набрать тот номер, где ей могли бы помочь. И я у нее спросил, вам нужна какая-то помощь? Она говорит, нет, не нужно. Я спросил у нее, вы не против, если я вам помогу? Она молчит. Я говорю, вы можете поставить на нейтралку? Она сказала, могу. Когда она поставила на нейтралку, так получилось, что совсем несколько метров было пустое место на стоянке, и куда я ее, как говорится, бережно припарковал. И когда я сел в автомобиль, то впереди находилась женщина-водитель, а она посмотрела в зеркало и показала мне вот так. И я хочу сказать, что мы все нуждаемся, когда мы сделали что-то доброе, чтобы нас поблагодарили. И это приятно, и это хорошо. Я всегда вспоминаю тоже историю, когда я ехал с Иссыкуля в хорошем настроении, и здесь меня останавливает вновь офицер в большом звании. Я даже удивился, что он стоит на посту как гаишник, как мы называем госавтоинспекцию. И когда он остановил меня, я лихорадочно стал думать, что же я нарушил, или скорость, или еще что-то. Но он смотрит на меня, улыбается, расспрашивает, что вы делали здесь, в Кыргызстане. Я говорю о том, что ездил на Иссыкуле, что мы отдыхали, какая вода хорошая. А сам ловлю себя на мысли, когда же мы подойдем конкретно, почему он меня остановил. И когда мы с ним поговорили, любезно друг друга подхваливая, поддерживая, он взял меня за руку и сказал, вот все, что вы здесь получили, пусть будет вам во благо. И я часто привожу эту историю, потому что слово благо, оно сородни слову благословению. И когда мы читаем псалмы Давида, то мы видим, насколько он открыт, насколько он открывает свое сердце для прославления Господа. Его жизнь была непростая. И мы знаем, жизнь Давида, все, что происходило в его жизни, но, несмотря на все это, он всегда обращался к Господу со словами благодарности и хвалы. И псалм 102, первые, вторые стихи, где он обращается и говорит, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И здесь он не просто говорит о том, чтобы мы благодарили, а чтобы вся внутренность, вот когда человек благодарит, когда он счастлив, когда он радуется, чтобы вот все наше естество наполнялось особым цветом. Мне как-то один брат сказал, «Олег Султан Горевич, когда ты улыбаешься, на тебя еще можно смотреть, но когда ты не улыбаешься, ты не просто хмурый, но ты даже злой». Поэтому я пытаюсь почаще улыбаться, но на самом деле, если в нас вот это чувство, чувство радости, оно должно выражаться и в нас самих. И когда мы говорим об этом особом чувстве благодарности, к сожалению, если посмотреть на окружающих, да на самих себя, к сожалению, мы не так часто встречаем благодарных людей. И интересно, что апостол Павел во втором послании Тимофея, в третьей главе, в стихе втором, говорит о том характере людей, которые будут иметь в последнее время. И вот смотрите, что там говорится, что люди в последнее время будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны и, ключевое слово, неблагодарны. У одного процветающего бизнесмена спросили, задали ему вопрос, что вам нужно, вот у вас такое состояние, что вам еще нужно для того, чтобы вы были более счастливыми? И он долго не думал, он почти мгновенно ответил, немножко больше, чем я имею сейчас. Вот сколько бы ни имел человек, всегда нам хочется немного больше того, чего мы имеем. И парадоксально получается в нашей жизни, что иногда мы встречаем тех людей, которые по сравнению с состоятельными людьми почти ничего не имеют. Вполне возможно, что они арендуют ту крышу, под которой живут. Но тем не менее, они выражают свою радость, когда ты к ним приходишь, они делятся тем, что они имеют, и они имеют всегда позитивное такое настроение. Когда я посещал места лишения свободы, сейчас, к сожалению, нельзя и нету этой возможности, то меня всегда удивляло. Когда я встречался с людьми в местах лишения свободы, то некоторые люди принимали христианство и тем самым обретали духовную свободу. Кажется, там, где не должно быть чувства благодарности, наоборот, люди осознавали и принимали жертву Иисуса Христа и принимали его как своего спасителя. Советский писатель Варлам Шаламов в свое время тоже находился в местах лишения свободы в Сибири. Это были особые суровые условия. И он говорил о том, что в этих условиях, в которых находились люди, многие деградировали, и только единственные могли сохранить человеческое достоинство, это были христиане. То есть Слово Божие, оно поддерживает и помогает нам. Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы были благодарными. Благодарными в семье, благодарными обществу, в котором мы находимся. Иногда мы задаем вопрос, а каким образом вообще научиться благодарить Бога? Я думаю, что каждый из нас знает ответ на этот вопрос. Но тем не менее, когда я встречаюсь особенно с пожилыми людьми, они как-то по-особому ценят каждый миг своей жизни. Они радуются каждому дню. Они радуются общению с родными и близкими. Они радуются тому, что есть на их столе. Оказывается, мы можем радоваться простым вещам, уюту, семье. Все то, что нас окружает, это является ценным. Это является тем, что так необходимо человеку. И, конечно, когда мы смотрим все то, что происходит сейчас в этом мире, мы должны благодарить, наверное, и ту страну, в которой мы живем. Как много сейчас бедствий, как много беженцев было. И для того, чтобы сохранить свою жизнь, они преодолевали моря, океаны, как много погибало людей. Но мы имеем вот эту возможность жить здесь, в Казахстане. И я ехал с одной нашей сестрой из Каскелена, и она рассказывала о своей маме, которая жила в Оренбурге. И когда вышла замуж, она прожила свою жизнь в Казахстане. И она всегда говорила, я никуда не хочу выезжать из Казахстана, из Алматы. И мы должны ценить то, что мы с вами имеем. Еще очень такой важный момент. Мы часто по своей греховной природе смотрим на то, у кого больше, чем у нас. И тогда у нас развивается чувство где-то зависти, чувство негодования, что кому-то больше везет по жизни, чем нам. Но если в обратную сторону, если мы будем смотреть не на лучших, а у тех, у кого намного хуже, чем у нас. Не для того, чтобы радоваться, а для того, чтобы увидеть вот этот контраст, что у нас есть. И оказывается, мы очень богатые и состоятельные люди. Особенно, когда мы идем в больницу, когда мы видим много больных людей. И мы можем тоже смело сказать, что мы счастливые люди. Да, мы имеем те или иные заболевания, что мы тоже можем обращаться к врачам. Но тем не менее, когда ты можешь увидеть тяжело больных людей, то ты считаешь себя совершенно здоровым. Я всегда вспоминаю имя одного человека. Это Ник Вуйчич. И вы хорошо знаете, что этот человек без рук и без ног. И когда он родился, то мама испугалась, когда она увидела этого необыкновенного младенца. И только через 4 месяца она прошла вот эту психологическую травму, переживание для того, чтобы взять его на руки. И в дальнейшем, когда Ник рос, родители обращались и говорили ему следующие слова. Ник, ты счастливый человек. Ты счастливый, потому что мы любим тебя. И однажды, когда ему было 10 лет, когда он вдруг осознал, что он обрубок, что он калека, он решил закончить жить суицидом в ванне своих родителей. Но когда он подумал об этом, он почему-то представил, как его родители будут страдать. И он стал читать Евангелие. И в Евангелии он увидел, когда Христос исцелял людей, то каждый исцеленный имел свое предназначение. Таким мы с вами, дорогие братья, дорогие сестры, имеем особое предназначение для того, чтобы мы тоже могли делиться и говорить. И с этого момента Ник Вуйчич, особенно, когда он впервые выступал в молодежной аудитории, его поставили на стол, на возвышенность, чтобы его все видели. И когда он говорил, когда он общался, одна девушка, не скрывая своего порыва, внутренних переживаний, благодарности, она подошла к нему, обняла и сказала, Ник, я благодарю тебя за то, что ты ответил своей жизнью и вот этим разговором, этой беседой, что мне делать дальше. Насколько мы богаты, насколько мы можем благодарить Бога за все, что мы имеем. если в нашей жизни происходят те или иные ситуации. Помните, были такие открытки, где был человек, он стоит, а вокруг него волны такие бушуют. И там такая надпись «Не говори Богу, как велика проблема, а скажи проблеме, как велик Бог». Вот когда мы обращаемся к Богу, то Он дает нам и ответы в нашей жизненной ситуации. И апостол Павел, он говорит хорошо в известном нам тексте в первом послании Фессалоникинцам, пятая глава, стих 18. Но 16 и 17 говорит «Сегда радуйтесь, не пристанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Есть такие моменты, когда у нас слезы текут, и мы не всегда можем дать ответ на происходящее. Но в то же время мы и в этой ситуации должны довериться Богу. Книга Иова, 19 глава, 21 стих. Вы помните, сколько у него было переживаний и страданий. Но в конце он говорит «Я знаю, Искупитель мой жив». Пусть Господь благословит вас, дорогие братья, дорогие сестры, молодежь, дети, чтобы мы научились уповать на нашего Господа и Спасителя. И обратимся вновь к первоначальному тексту, Колосянам, 2 глава, 6 и 7 текст. «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Аминь! Аминь! Я приглашаю вас к молитве! Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты утешал, подкреплял нас все это время. Мы можем слышать разговоры, речь друг друга, но как многие люди лишены этой возможности. Мы просим, Господи, Ты благослови и укрепи этих людей. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем хлеб насущный каждый день и что мы можем утолять этот физический голод в то время, когда многие люди не имеют то, что мы имеем. Помоги делиться и благодарить Тебя за то, что у нас есть. Мы благодарны Тебе за наши семьи, как много людей одиноких. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем заботиться друг о друге. Мы благодарны, что мы имеем семью, христианскую семью, что мы можем вместе духовно возрастать и быть людьми зрелыми и духовными. Просим, Господи, благослови нас, надели нас этими особыми качествами благодарности, потому что это является частью нашего характера. Господи, пусть мир Твой пребудет в нашей стороне, чтобы мир Твой был в наших сердцах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа просим. Аминь. Благодарим Господа за такие наставления. пусть услышанная истина останется в сердце как семя и найдет свое исполнение в жизни. Я милостям Твоим не знаю счета, их в сердце своем бережно слагаю. Им удивляться никогда не перестану, как велика Господь Твоя забота. Да хранит вас Бог. До следующей субботы. Редактор субтитров